Всем доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире КФО Лайф, очередной его выпуск. Сегодня мы будем говорить о поступлении в Институт физики. И сразу представлю спикеров, которые сегодня будут отвечать на ваши и наши вопросы. Гузель Ильдарна Горнаева, заместитель директора по образовательной деятельности Института физики. Гузель Ильдарна, добрый день, доброе утро! Ирина Владимировна Романова, заместитель директора по научной деятельности Института физики. Она сейчас к нам присоединяется. Потом расскажете, куда вы отлучались и покажете, что у нас тут по студии бегало-ездило до начала нашего эфира. И Улубек Садиев, специалист по международной деятельности Института физики. Здравствуйте. Тоже доброго утра. Как настроение? Пятница все-таки? Отлично. Отлично. Надеемся, у наших абитуриентов тоже прекрасное настроение. И я напомню, что по ходу нашего эфира вы можете задавать свои вопросы к нам в группу ВКонтакте, в нашу трансляцию. Все из них мы постараемся обязательно озвучить. Давайте немножко о институте физики. Вступительное слово небольшое. Что это за институт? Кто там обучается? Кто оттуда выходит? Какие специалисты? Добрый день всем еще раз. Погода наконец у нас наладилась. Мы почувствовали сегодня опять, что приближается лето. Институт физики – это очень большой институт. У нас огромное здание, 14 этажей. И, конечно, там много и различных кафедр, и различных лабораторий. И мы готовим и астрономов, и агеодезистов, и специалистов по информационной безопасности, и педагогов по физике и математике. Готовим инновационных менеджеров. Конечно же, готовим физиков, радиофизиков, биотехнологов, нанотехнологов. У нас очень много интересных направлений, модных, востребованных. Приглашаем вас поступать к нам. И поподробнее сейчас, я думаю, мы обо всем этом расскажем. Есть что добавить? Тогда поехали по вопросам. Можно ли поступить в ваш институт с базовой математикой? Ну, в наш институт, конечно же, нельзя с базовой математикой поступить, так как у нас такое направление, как физика, она базируется на профильной математике, поэтому только профильная математика. На какой курс можно поступить в ВУЗ после колледжа и предоставляется ли отсрочка от армии? После колледжа можно поступить на первый курс по внутренним экзаменам. Отсрочка от армии, конечно, предоставляется. Какие документы нужны при поступлении? А если я еще и льготу имею? Льготу. Смотря какую льготу. Документы это фото 3х4, паспорт и аттестат. А если же поступают в магистратуру, то диплом. Наличие диплома обязательно. А какие льготы вообще получить можно? Льготы, если... Ну, по инвалидности... Дети-сироты. Ну, это вот самые ключевые, основные, в принципе, на данный момент. Ну, и если еще абитуриенты являются из Луганской области. Из Луганской области. У них льготы какие? Что они сдают по внутренним экзаменам, а не по системе ЕГЭ. Пойдем дальше. По вопросам, с какими компаниями-работодателями вы сотрудничаете? Да, но это вопрос ко мне. Извините, я тут параллельно пытаюсь запустить такую забавную игрушку. Сотрудничаем мы с очень многими компаниями. То есть, если выпускники направления физика, радиофизика идут в различные НИИ, различные науковые производства, то информационная безопасность, они, конечно, работают и в IT-сфере. Те, кто заканчивает направление новатика, они работают и в различных инвестиционных фондах, в различных компаниях, которые имеют РНД-отделы и так далее. Естественно, у нас очень широкий сотрудничество по всему миру. Один из главных партнеров – это, конечно же, Япония. Также очень активное сотрудничество с научными центрами Германии, Франции, Китая теперь уже. И, конечно, наши выпускники очень часто туда уезжают, ну, если хотят. Поэтому приглашаем вас. Ни одного безработного физика мы не знаем. Также хочу добавить, что еще и с Турцией. Вот как раз-таки следующий вопрос. Сотрудничаете ли с зарубежными организациями? С зарубежными организациями на данный момент мы возобновляем сотрудничество. с Китаем, с Турцией. Дай бог, вот если у нас все получится с Дубаем. Поэтому на этот год у нас очень такие грандиозные планы именно международного сотрудничества. Также мы подписали меморандум с Узбекистаном, городом Навуи. На данный момент в рамках меморандума мы работаем по разным направлениям. И подписали сетевую программу с Таджикистаном. С Таджикистаном тоже работаем, если это ближнее зарубежье, сейчас считаем. Вот, поэтому на данный момент пока что так. Остановимся пока с вопросами. Что за карательная машина у нас сегодня по студии катается? Что это? Это очень такая забавная игрушка. Вот мы же все ездим на автомобилях, да, у нас здесь стоит двигатель внутреннего сгорания. А здесь мы видим двигатель внешнего сгорания. То есть вот там стоит, вот в этой небольшой такой железной трубке поршень, который двигается, соответственно нагревается. Вот этот воздух нагревается, толкает поршень. И в виде горючего у нас выступает обычная спиртовка. То есть он ездит на чистом спирте. То есть вот такой вот двигатель. Можно тоже использовать. Раньше же они очень широко использовались. То есть на их основе работают различные паровые турбины. Даже некоторые нефтедобывающие вот эти вот вышки, они тоже используют двигатели внешнего сгорания. Ну, для научных целей он называется двигатель стирлинга. Если кому интересно, можно подробнее почитать. В Википедии там достаточно подробно описано, как все это работает и где применяется. А вот экспериментальная реализация, вот такая вот забавная игрушка, которая ездит у нас сейчас по полу и греется свечкой. Я думаю, детям такую игрушку, конечно, в руки давать категорически не стоит, потому что все-таки открытое пламя. Ну, конечно, да. Тем более спирт еще. Его уж надо где-то раздобыть еще. Ну, да. Это наш, конечно, лабораторный экземпляр. Его показывают на демонстрациях, на лекциях по молекулярной физике, где как раз изучают процессы в газах, изучают различные виды двигателей, в том числе и двигатель внешнего и внутреннего сгорания. Вот это вот такая вот демонстрация как раз, как работает машина на двигателе внешнего сгорания. А какие еще эксперименты, связанные с движением, с горением, есть у вас? С движением, с горением? Ну, еще у нас есть, по-моему, модель двигателя внутреннего сгорания. Там с горением есть очень много разных экспериментов. Это такой большой раздел молекулярной физики, там, где изучаются еще, в частности, газовые разряды. То есть это тоже все можно демонстрировать. Очень эффектно, кстати, когда у нас, например, возникает электрическое поле, можно в воздухе на расстоянии держать люминесцентную лампу, она начинает светиться. То есть вот различные виды разрядов, это все как бы тоже имеет отношение к горению. Ну и вообще наш демонстрационный кабинет Института физики, он один из лучших в России. Я думаю, это можно с гордостью сказать. И даже некоторых экспериментов нет даже в Московском государственном университете. И к нам школьники с удовольствием приезжают на экскурсии. Вот очень часто прям приезжают именно на экскурсии, чтобы посмотреть опыты нашего демонстрационного кабинета. Вот вопрос, а почему она работает по принципу машины гоночной серии NASCAR? То есть только один поворот в одну сторону. Нам специально, наш демонстратор повернул ему колеса в одну сторону, чтобы он ездил по кругу, чтобы далеко не уехал, потому что мы уже заранее об этом подумали, что места у нас будет не так много. И вот чтобы он у нас тут бегал, далеко не убегал. Конечно, ему колеса можно выпрямить, и он поедет прямо. Но придется догонять. С точки зрения техники безопасности мы решили, что так нам будет лучше. Хорошо. Продолжим по вопросам, их на самом деле не так много осталось. Обязательно лично присутствовать при зачислении в ВУЗ, или достаточно только сдать оригиналы документов? Обязательно. И оригиналы документов приносит сам абитуриент. Также, если... Ну, да, все, в принципе. Приносит оригиналы документов, сдает техническим секретарям, подписывается, расписывается за то, что он сдал, и все, в принципе, получает документы, что он сдал. То есть именно он не законный представитель, например, вот именно он, чтобы подпись поставить? Лучше было бы так, да, конечно. Ну, а если законный представитель, то по доверенности. Прилетает вопрос к нам в трансляцию, когда начнутся вступительные экзамены для иностранцев? Вступительные экзамены для иностранцев начались уже с 20-го числа. Также на бюджетную основу, так и на контрактную основу. Да, две партии экзаменов мы уже даже провели. В целом, как сейчас обстоят дела у нас на Креновск-35? Довольно-таки неплохо. Дела обстоят хорошо. Поток идет. Иностранных студентов очень много подало заявок, как в магистратуру, так и на бакалавриат, и на специалитет. Много заявлений иностранцев. Ну, и также наши российские абитуриенты тоже приходят, узнают, так как они аттестат еще не успели получить, но они интересуются, какой проходной вал, какие направления есть. Приходят, спрашивают. Раз много вопросов, мы думаем, скорее всего, будет и абитуриентов много. Хочу отметить то, что иностранные абитуриенты могут приносить свои документы на Кремлевскую-25. Это под факт? Да, все верно. Ну, а в целом, ваши прогнозы относительно приемной кампании? Мы очень старались. Мы этот год работали оперативно, дружно в кампании. Все замы, специалисты отработали, мы считаем, что очень хорошо на приемную кампанию. Поэтому мы думаем, надеемся, что все-таки КЦП мы закроем контрольной цифрой приема и также наберем договорные группы и студентов, которые поступят на платное направление. Так как у нас, в принципе, направления актуальны, как Ирина Владимировна уже вначале сказала, вот как руководитель педагогического направления, например, могу похвастаться, у нас закончились итоговые аттестации уже студентов, да, группа 24 человека, прием был 25 человек, выпустилось 24 человека. И на защите выпускных культационных работ всего у нас 5 четверок, остальные все пятерки. В комиссии участвовали в приеме государственных экзаменов и защит ВКР, были из числа работодателей, то есть это учителя и директора школ, которые оценили очень высокий уровень подготовки наших специалистов и уже начали договариваться, как бы, наших выпускников к себе переманивать из других школ. Вот, поэтому, вот, и сейчас как раз вот идут защиты уже других направлений, таких как инноватика, физика, радиофизика, вот сейчас в самом разгаре. И думаю, что для иностранных граждан будет актуально, если сейчас смотрят как раз таки эфир, то, что информационная безопасность на бакалавриат на 4 года, они могут поступить к нам, мы их возьмем. Продолжим тему иностранцев, кстати. Вопрос следующий. Иностранцы каким образом должны сдавать экзамены, если они находятся у себя на родине? По системе прокторинг на сайте abiturink.pfu.ru, это первое, что они производят, регистрацию. Дату экзамена они смотрят также в личном кабинете, сдают по системе прокторинг в режиме онлайн. Да, потом к администрации собираются, просматривают видеосдачи и уже фиксируют. Если нарушений нету, ну, значит, баллы, которые он набрал, значит, ему засчитываются они. И он участвует в общем конкурсе. Главное, чтобы у них был ноутбук и рядом никого не было. Хорошо. И еще один вопрос у нас остался. Когда и где выйдет список поступивших в этом году? Также на сайте kpfu.ru будут приказы. И вот по датам приказов они могут в списке найти свои фамилии, имя учащегося, если поступят. Ну, они могут себя видеть, да, kpfu.ru, вкладка абитуриенту. И там они сверху выбирают свое направление, профиль, и они видят весь список, сколько желающих поступать и с какими баллами. Находят по коду себя и смотрят в каком рейтинге они находятся, да, в этом списке. Могут контролировать это. И уже 4 августа будут приказы, и они уже могут увидеть, зачислены они или нет. То есть 4 августа можно будет выходить? Да. Много времени, с одной стороны, с другой стороны, очень и очень мало вспоминаются наши предыдущие с вами эфиры. Вроде бы только вчера собирались, а уже 4 день приемной кампании в Российской Федерации уже происходит. Что же, вопросы на это у нас подошли к концу. Есть ли еще что добавить для наших абитуриентов, которые сейчас входит эфир? 8 июля у нас будет день открытых дверей. Всех приглашаем, кто находится как раз-таки в Казани, Республике Татарстан, обязательно. В 11 часов утра, Кремлевское 16, Институт физики. Всех приглашаем и всех ждем. Ирина Владимировна. Также, если есть какие-то вопросы, приходите к нам в Институт физики в любое время и приходите к нам в приемную комиссию. Мы обо всем расскажем, все покажем, познакомим с нашими направлениями. Ждем вас всех у нас в Институте. Угу. Жаль, да. Ну, присоединяюсь, мы всех ждем, всех выслушаем, объясним, покажем, расскажем. У нас также есть группа в Телеграм, где абитуриенты, которые поступают в этом году, они присоединяются в эту группу и задают напрямую вопросы. В этой группе также находимся мы, директорат, получается, Института физики, и моментально отвечаем на вопросы, которые нам задают в этом Телеграм-канале. QR-код на Телеграм-канал есть на нашем сайте, кпфу.ру, Институт физики, и там на баннере сверху есть этот QR-код. Можно присоединиться и задавать напрямую нам вопросы, мы ответим с радостью. Милости просим, всех приглашаем. Надеюсь, абитуриенты вас услышали и будут обращаться по самым горячим вопросам, которые их волнуют. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Хорошей вам приемной кампании. И еще, надеюсь, увидимся с вами по ходу приемки в Казанск-Федеральный. Спасибо. Спасибо. Это был КФУЛА для Института физики. Приятных выходных, хорошего отдыха. Мы с вами увидимся во вторник. В гостях у нас будет Институт международных отношений. Ну, а на сегодня мы заканчиваем. Я с вами прощаюсь. Счастливо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова